Приветствую, друзья! Кладбище – это место, которое ассоциируется с покоем и спокойствием. Однако, есть слухи, что ночью на кладбищах происходят странные и загадочные события. Некоторые свидетели утверждают, что они видели призраков, услышали тихие шорохи и звуки, ощущали присутствие чего-то сверхъестественного. Многие ночные посетители кладбищ делятся своими страшными историями о том, что они увидели и почувствовали на этих полях мёртвых. Одним из самых распространённых свидетельств является восприятие таинственных теней, которые двигаются между могилами. Они словно оживают и начинают рассказывать свою историю в мерцающем свете луны. Передоверие гласит, что ночью духи умерших отыскивают свои прежние дома и бродят по кладбищам, исполняя свои незавершённые дела. Истории о том, как духи проявляются ночью на кладбищах, передаются из поколения в поколение. Ночное время создаёт особую атмосферу, когда все вокруг окутывается тайной. Считается, что именно ночью свершаются загадочные события и становится возможным коммуницировать с духами. Однако, эти истории о кладбищах всегда остаются уровнем легенд и предположений, так как нет убедительных фактов или научных доказательств. Но бояться ночных кладбищенских приключений все же стоит. Загадочные события на кладбище В мире существует множество загадок и неразгаданных явлений, и одно из них связано с кладбищами. Считается, что ночью на полях мёртвых происходят странные события, которые сложно объяснить рационально. Легенды говорят о том, что древние духи и призраки оживают, чтобы встретиться с живыми или осуществить свои незавершённые дела. Многие свидетели утверждают, что на кладбищах ночью можно услышать странные звуки и шорохи, видеть мерцающий свет или необычную активность вокруг могил. Некоторые утверждают, что они видели призраков, скитающихся среди могил и листащих, угрожающих на тёмных олих. Возможно, это все только фантазия или продукт воображения, но существуют и такие, кто настаивает на реальности этих явлений. Одна из известных историй рассказывает о том, как некоторые люди ночью видели фигуру в чёрном платье, которая медленно проходила по могильным аллеям и затем исчезала во мраке. Каждый, кто видел эту фигуру, описывал её как смерть во плоти. Другие утверждают, что чувствуют холодный ветер, когда оказываются на кладбище ночью или слышат тихое шептание, похожее на шорох листьев. Эти звуки и ощущения создают атмосферу таинственности и пугают неопытных людей. Некоторые даже утверждают, что кладбище ночью становится центром паранормальной активности, где происходят невероятные явления. Они рассказывают о светящихся шарах, нежданно возникающих над могилами и теневых фигурах, скользящих между старыми надгробиями. Одно из самых загадочных явлений на кладбищах – это появление странных надписей на некоторых могилах. Никто не знает, кто их пишет или зачем, но эти надписи часто содержат тайные послания или пугающие символы. Споры о том, насколько реальны эти события, не прекращаются. Одни уверены в существовании паранормальных явлений на кладбищах, другие относят все это к мистификации и воображению. Но одно остаётся фактом – кладбища ночью всегда будут оставаться местом загадочных событий, которые вызывают трепет у людей и пробуждают в них чувство неопределённого страха. Что происходит ночью? Ночью на кладбище происходят странные и загадочные события. Во мраке и тишине, когда люди спят, оживают духи и призраки, выходящие из гробов и блуждающие среди могил. Сверкающие огоньки среди надгробий создают атмосферу таинственности и мистики. Среди потусторонних созданий можно увидеть призраков старых обитателей кладбища, которые, кажется, никогда не могут покинуть свои усыпальницы. Нечасто, но встречаются и живые существа, которые решаются забраться на кладбище ночью. По непонятным причинам они теряются среди могил и испытывают сильное ощущение страха и тревоги. Когда утро приходит, а первые лучи солнца проникают сквозь пелену ночи, мистическая аура кладбища уходит, и поле мёртвых снова превращается в тихий и спокойный уголок. На полях мёртвых. Загадочные события, происходящие на кладбищах ночью, всегда привлекали внимание людей. Множество легенд и историй рассказывают о том, что на полях мёртвых происходит что-то непонятное и жуткое. Люди говорят о видениях призраков, светящихся огнях, необъяснимых звуках и загадочных загадках. Одним из самых распространённых объяснений таких феноменов является парарационализм или научное объяснение явлений, которые кажутся сверхъестественными. По мнению учёных, на кладбищах ночью могут происходить различные физические процессы и природные явления, такие как фосфорисценция или газовые выбросы из-под земли. Однако, это лишь одно из множества объяснений. Есть и другие теории, согласно которым на полях мёртвых могут происходить сверхъестественные явления. Одна из таких теорий говорит о том, что на кладбищах обитают не только тени прошлых жизней, но и демоны, привлечённые силами зла. Они используют кладбище в качестве портала для входа в нашу реальность и питаются энергией умерших. В этом случае, загадочные события на полях мёртвых могут быть результатом действий этих мрачных сущностей. Тайны, окутывающие место покоя. Одна из загадок, связанных с кладбищами, состоит в необъяснимом происхождении исчезновения цветов. Каждую ночь кто-то или что-то приходит на кладбище и уносит свежие цветы, оставленные родственниками у могил. Местные жители говорят, что это делают призраки умерших, которые хотят принести поклонение своим близким ещё раз в последний раз. Другими загадками могут быть странные светящиеся явления, которые наблюдаются на кладбищах ночью. Они могут проявляться в виде зелёных огоньков, парящих над могилами или движущихся по алиям. Местные жители полагают, что это феи душ покойных, которые приходят на кладбище, чтобы отдохнуть. Мистические явления и свидетельства очевидцев. Многие посетители кладбища свидетельствуют о странных и загадочных событиях, которые им удалось узреть ночью на полях мёртвых. Они описывают мистическое освещение, которое исходит изнутри памятников, и кажется, что некоторые статуи оживают и начинают двигаться. Одним из самых распространённых свидетельств является появление мерцающего света над отдельными могилами. Согласно очевидцам, этот свет имеет различные оттенки и непрерывно меняет свою яркость. Некоторые люди даже утверждают, что видели силуэты призраков или душ, представителей потустороннего мира, которые исчезали в тумане. Ещё одним интересным явлением, о котором говорят очевидцы, является таинственное пение, звучащее среди надгробий. Они описывают его как невероятно красивое и печальное, проникающее прямо в душу. Ни одно обычное существо не способно издавать такую мелодию, поэтому многие считают, что это души умерших, которые пытаются сказать о своём существовании. Есть свидетельства и о духах, которые являются в виде привидений гораздо сквернее. Люди говорят, что видели призраков с искажёнными лицами, которые издают ужасные и пронзительные крики. Кто они и почему они так мучительно стонут – вопросы, которые остаются без ответа. Все эти свидетельства – лишь вершина айсберга. Кладбище представляет собой место, которое наводит ужас на многих людей, и многие вынуждены признать, что то, что они видят, может превышать границы нашего понимания. Друзья, а вы что-нибудь слышали об этом? Расскажите об этом в своих комментариях. Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить все новинки на канале. А также, если вам нравится данная тематика, нажмите лайк под видео. До скорой встречи, Демура. Субтитры сделал DimaTorzok